Митрополит Саратовский Ивольский Игнатий совершил постриг в малую схему насельников Свято-Никольского мужского монастыря Саратова. На важном событии присутствовали и наши коллеги. Монашество по своему замыслу является подражанием образу жизни Христа. Он свободен от родственных привязанностей, не имеет крыши над головой, постится, проводит ночи в молитве. Монашество – это стремление в максимальной степени приблизиться к этому идеалу. Подобно крещению, пострижение в монашество является умиранием для прежней жизни и возрождением в новое бытие. Подобно миропомазанию, оно является печатью избранничества. Подобно браку, оно есть обручение небесному жениху Христу. Подобно священству – это посвящение на служение Богу. Подобно евхаристии – это соединение со Христом. Брат наш, Феофан, пострицает в лосы главы своей я, знамени и отрицания мира, и всех я же в мире, в отвержение своей воли и всех плотских похотей. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Арсен-Сианем, Господи, помилуй. Как при крещении, так и при пострижении человек получает новое имя, и ему прощаются грехи. Он отрекается от прежней жизни и произносит обеты верности Христу. Сбрасывает с себя мирскую одежду и облачается в новое одеяние, рождаясь в новую жизнь. Иннок Дмитрий Галиминов был пострижен с именем Антония в честь преподобного Антония Печерского-Киевского. Послушник Илья Кричуняк с именем Феофан в честь священномученика Феофана, епископа Соликамского. Послушник Сергий Кочнев был пострижен с именем Иннокентий в честь святого Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского. Послушник Никита Овсянников был пострижен с именем Симеон в честь преподобного Симеона Нового Богослова. Вам достались имена, среди которых есть и саратовские святые, и общецерковные. Все эти святые несли монашеский подвиг. Кто-то в архиерейском сане, кто-то просто монахом, кто-то монахом-священником. И самое главное, все они были разными людьми, но все их объединяло одно. Они всем сердцем любили Бога. Они всю свою жизнь предали Господу. Путь этот непростой, но он очень благодатный. Это короткий путь к Богу. Если вы внимательно слушали чин, то поняли, что спросится не за то, что вы обещали, а то, как вы исполнили, что обещали. Никто никого не принуждал. Сам Господь принимал ваши обеты. Это личный обет человека, данный Спасителю. От всей души, дорогие братья, желаю вам Божьей помощи, внесения монашеского иноческого креста. Для многих из вас предстоит служение Святой Церкви у Престола Божия. Но никогда не нужно забывать о том, что вы все равно дали обеты, которые нужно исполнять. От всей души поздравляю вас. Очень рад за то, что у нас есть люди, которые желают отказаться от мирского образа жизни и посвятить свою жизнь Христу. А всех братьев, которые и сестер сегодня присутствовали, прошу молиться за вновь поставленных монахов. Их они будут молиться за всех вас. Субтитры создавал DimaTorzok